В Саранске продолжаются соревнования девятой зимней спартакиады учащихся по биатлону. Юноши и девушки в возрасте 16 и 17 лет уже выявили сильнейших в индивидуальной гонке. Очередной дисциплиной стал спринт. Представители сильного пола бегут 6 километров, девушки – 4,5 с заездом на два огневых рубежа. Главные надежды мордовских болельщиков были связаны с Ярославом Конкиным. Представитель республиканской школы по зимним видам спорта в индивидуальной гонке завоевал серебряную медаль и на старт спринта выходил в роль одного из фаворитов. И первый огневой рубеж наш спортсмен прошёл безупречно. Отстрелял быстро и чисто, уйдя с него в гонку пятым. А вот на стойке показать такую же стрельбу не получилось. Четыре промаха – Ярослав лишь 36-й в итоговом протоколе. «Было несложно, отстранился от этой мысли. Работал, как всегда. Чуть-чуть не получилось на стойке. Сейчас тренер нам расскажет, что произошло. Я пришёл вроде в своём темпе, на пульс посмотрел, нормально вроде. Ну, не знаю, там близкие, скорее всего, были». В этот день не везло со стрельбой всем лидерам индивидуальной гонки. Остались за чертой призёров и Даниил Самохвалов, и Кирилл Росов. А победителем стал представитель Тюменской области Илья Анисимов. Он допустил по промаху на каждом огневом рубеже, но это не помешало ему показать на финише лучшее время гонки – 11 минут 53,3 секунды. «Сегодня комфортные условия были стрелять, но всё равно самому не удалось, чтобы было два ноля. В итоге я стрелил всего один-один. По трассе хорошо, кажется, шёл. Были силы психологические. Не очень готов. Уже показалось, что попал два, значит, всё, точно ноль будет. И подумал об этом, это сыграло злую шутку». Серебро спринтерской гонки у биатлониста из Мурманска Ильи Крылова. Бронзу завоевал представитель Московской области Даниил Кузьмин. Теперь участникам спартакиада, учащихся России по биатлону, предстоит разыграть медали в командных гонках. Впереди мужская, женская и смешанные эстафеты.